В центре внимания всех собравшихся на конференции «Жизнь и здоровье наших детей» обеспечение их безопасности. Ведь в Беларуси ежегодно регистрируется около 150 тысяч травм у детей в возрасте до 18 лет. Порядка 60 ребятишек остаются инвалидами на всю жизнь. 150 тысяч случаев, когда мы, взрослые, не досмотрели, не научили, не подготовили своих детей к возможным опасностям. Именно на нас ложится груз ответственности за такую статистику. Вопросы безопасности жизни ребёнка протекают в разных пространствах. Это и дом, и двор, и песочница, и какой-то торговый объект, это парки. То в этом случае, безусловно, ответственность на родителях, которые осуществляют уход, особенно за маленькими детьми до трёх лет, государство именно их определяет ответственность за создание безопасных условий. Безусловно, нужно учить. Учить, рассказывать, информировать. Сегодня наше мероприятие в Бресте посвящено профилактике детского травматизма. Об актуальности этой проблемы говорить, наверное, не приходится. Потому что у детей травмы, отравления и другие несчастные случаи занимают одно из ведущих мест. Ответственность за детей, конечно же, несем мы. Мы не говорим о больших детей, о подростках. И то нужно знать, чем они занимаются, какие они игры гуляют, куда они ходят. Но маленькие дети, даже до 12 лет, нельзя оставлять без присмотра. Безусловно, утверждённая в 2012 году стратегия профилактики детского травматизма – жизненно необходимый документ. Но личную ответственность мам и пап никто не отменял. Случаи утопления, выпадения из окон, отравления лекарственными препаратами и бытовой химией, дорожно-транспортные происшествия с участием детей, гибель на пожарах – это прямое доказательство беспечности взрослых. Именно родители своим личным примером закладывают в своего малыша основы безопасного поведения. Поэтому всегда стоит помнить, что жизнь и здоровье наших детей зависят от нас. Основными аспектами, на что стоит обратить родителям внимание, это постоянный контроль местонахождения детей и объяснять родителям поведение на дороге. Как правильно переходить дорогу, на какой сигнал светофора, в какую сторону первоначально надо посмотреть. Профилактика детского травматизма, то, конечно, хотелось бы сказать, что если, вот как я уже говорила, дети тонут, то недосмотр родителей налицо. Конечно, хотелось бы сказать, когда у детей сейчас каникулы, чтобы взрослые обращали внимание, где находятся их дети, чтобы они были всегда под присмотром. Самое главное в вопросе обеспечения безопасности детей, это, наверное, комплексный подход. То есть все заинтересованные структуры должны объединить усилия в одном направлении, а именно обеспечение безопасности детей, обучение их основам безопасности жизнедеятельности. Уже у нас накопился многолетний опыт взаимодействия с системой образования, с социальной службой, с правоохранительными органами. Этот опыт дает свои результаты в плане позитивной динамики по статистике происшествий с участием детей. Мы должны помнить, что родители, в первую очередь, пример для своих детей, и родители должны сами правильно, безопасно выстраивать линию поведения, чтобы дети на них равнялись и жили безопасно. Круглые столовые конференции, на которых собираются специалисты разных ведомств, поднимают серьёзные вопросы, направленные не только на профилактику детского травматизма в целом, но и акцентируют особое внимание на формировании в нашем обществе понятия осознанного родительства. Только доверительное, комплексное взаимодействие представителей учреждений здравоохранения, медицины, силовых структур с родителями по итогу будет способствовать максимальному сокращению случаев травматизма, инвалидности и гибели детей. Мы же делаем акцент на работу с родителями, потому что именно они должны создавать бытовые безопасные условия. На сегодняшний день мы определяем наиболее эффективные методы и способы работы с родителями для повышения их информированности.